Мудрость, которую человек должен знать, как постигать и всматриваться в тайны господина своего, чтобы познать самого себя, дабы понять, кто он и как создан, и откуда он пришел, и куда идет, и как ему исправить свое тело, и как в будущем он предстанет пред судом властителя мира. Да. То есть для того, чтобы постичь себя, человек должен постичь своего господина, Творца. Потому что мы созданы, как говорится, аллегорически, по образу и подобию. Значит, мне надо узнать этот образ, и тогда я узнаю подобие своего этому образу. Как я могу раскрыть Творца, чтобы узнать себя? Для этого надо мне себя изменить, чтобы его почувствовать, чтобы его увидеть. То есть получается так, что постигая Творца, я постигаю себя. Поэтому процесс, он процесс самопознания. Из себя я обнаруживаю Творца. Из того, что я в себе делаю подобие Творцу, я в себе, в общем, создаю образ Творца и себя же исправленного. И это является одним и единым образом. Поэтому человек на иврите, Адаму, от слова доме, подобный Творцу. То есть та часть во мне, которая станет подобна Творцу, она будет называться во мне человеком. А все остальное во мне, неподобное Творцу, называется животным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова